Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. — Скоро наступит такая горячая пора. Это всегда такой напряженный период подключения к отоплению. По крайней мере, может быть для вас, как для частной компании, это менее такой болезненный этап для муниципального предприятия, где, как мы знаем, большие долги у жильцов по оплате отопления еще прошлого сезона. Иногда и с нескольких отопительных сезонов сразу, конечно, у них, наверное, более сильная головная боль. Но вообще, как вы, охарактеризоваясь сейчас вообще ситуацию с точки зрения обслуживания жилых домов, мы про Ригу, наверное, главным образом будем говорить? — Ну, если мы берем по поставкам услуг, в данном случае тепло, у Рига с нам обслуживания, то есть просто изначально так поставлено, что мы все счета 100% оплачиваем и работаем с каждым домом отдельно. — То есть вы оплачиваете со своей стороны 100%? — У нас очень хорошая дисциплина платежей жителей, 94-96%. — Это высокий показатель, да. — С этой стороны у нас проблем нет. Если брать в целом, то с точки зрения бизнеса поставка воды, поставка тепла – это другой продукт, который производит в данном случае Рига Силтум с Рига Суденс. И мне до сих пор непонятно, почему управляющая компания и жители должны брать на себя все риски, чтобы продать эту услугу, 100% рассчитаться, работать с должниками, и при этом еще их перед началом отопительного сезона, и любой поставщик предупреждает, что вам, например, подключим тепло или отключим воду. То есть я считаю это неправильно. Если у вас имеется оптовая торговая база, вы хотите торговать это жителям, то тогда вам надо думать, как это вы в обход магазина продадите. Вы же отдаете в магазин. В магазине ставят свою наценку и продают, и это за то, чтобы обслужить каждого клиента, а не продавать. — И потом только, еще даже не сразу, через какое-то время с вами рассчитываются магазины. Вот такая вообще ситуация на рынке. — Да. Теперь, если, например, вы кому-то что-то отвезли, с вами не рассчитались, вы на них подаете в суд, у вас работают юристы, вы сами взыскиваете. А здесь у нас получается, имеется продукт, он отдается жителям, никакого риска нет, просто если жители за него не заплатили, они даже не удосуживаются проводить какие-то судебные или какие-то дела, говорят, а мы вам отключим, и вот в этом большая проблема. То есть, в принципе, жители являются заложниками. Сказать, что я такой ситуации, как Ригас на Амуапсе Микотес, недоволен, я не могу, потому что благодаря такой ситуации из 300 домов половина именно пришли ко мне, потому что другие управляющие не могли решить вопрос этот с подключением отопления, с работой с должниками и так далее. То есть, у нас очень просто эластичная работа, у нас жители всегда могут договориться, мы идем на помощь, даем каникулы, состоявляем графики, снимаем штрафные санкции, здесь проблем нет. Но в любом случае, с точки зрения рыночной экономики, это абсолютно неправильно. То есть, у нас с 90-го года рыночная экономика, а в сфере обслуживания жилья у нас почему-то осталось, как будто в советское время, вот жители пусть за все отвечают. Ассоциация всегда выступала, ну давайте хотя бы упорядочивание сделаем, возьмем, сделаем лицензирование, чтобы, по крайней мере, не было воровства, чтобы управляющий, который до этого управлял домом, передал, если не деньги, то должников, то есть, почему они не заплатили за тепло, за воду и так далее, отчитались, но, к сожалению, до сих пор это строго не регламентировано, люди продолжают управлять домами, и при этом на собраниях наговорили, переняли дом, а потом просто ничего не выполняют. Да, вот нужно ли вообще для этого менять законодательство? Почему я спрашиваю, поскольку постоянно идут дискуссии, к примеру, Министерство экономики обещает как-то систему упорядочить, внести какие-то изменения и по работе с должниками, и по подключению, не подключению отопления? Ну вот первый этап, сейчас Министерство экономики хочет сделать обязательную, бувниться бы с информатива система, чтобы каждый дом вносил данные, определенную информацию, это будет хотя бы первый шаг, то есть, в принципе, для всех жуликов это смертный приговор, потому что раз в год ты должен, как в узнавом регистре будешь подавать конкретную информацию за своей подписью, и хотя бы с того момента можно считать, и жители могут знать, сколько у дома имеется реальных денег, потому что если они напишут, что там есть деньги, когда надо перенимать дом, этих денег нету. То есть понятно, куда они делись, да? Понятно, по крайней мере, то есть можно хоть уголовное дело возбудить или из-за мошенничества, или из-за подлог данных, и так далее. Ну а на сегодняшний момент лицензирования как такового нет, есть закон об управлении жилыми домами, где управляющий должен иметь соответствующую квалификацию, а нету наказания. У нас пол-Латвии управляется, обслуживается... Без всякой квалификации. Без всякой квалификации. И почему законодатель не хочет так строго принять, мне это непонятно. Хотя у наших соседей, у большинства, вон даже то, что Россию критикуют, но у них даже, если ты не выполняешь определенные требования, министерство может лишить лицензии. И все. И все, и все. У тебя бизнес пропал. А у нас, получается, ты не даешь отчет, ты не рассчитываешься за тепло, многие даже выставляют повторно какие-то непонятные авансы. А куда делись деньги? Вот это самая большая проблема. И мне непонятно, почему государство не хочет строго эту сферу регламентировать. А почему? Мне кажется, что вообще любой бизнес, который связан с изъятием денег у населения, если так можно сказать, ведь получается так, что люди платят на содержание дома, другие какие-то расходы на ремонты. И все-таки должен быть какой-то строгий учет. То есть те, кто оперирует этими средствами, действительно, эта деятельность должна быть лицензирована. Мне кажется, это логично. Может быть, я не прав. Я тоже считаю логично. Но давайте посмотрим, какие есть подводные камни. Ну, случилось несчастье, умер этот человек. Нету наследников. Квартира переходит в государство. По логике вещей, пока человек умер за этот период, есть тепло, убирается, содержится его собственность и так далее. Но государство не хочет платить. Оно забирает просто эту квартиру и на дом вешает все долги, которые образовались. То есть, фактически, получая все остальные жильцы, должны за эту квартиру заплатить. Да. Вторая часть, ну, сейчас хотя бы приняли небольшие изменения, 5%, в Эстонии, например, 10% от суммы задолженности, да, которая, то есть, ну, квартира продается, 5% идет на погашение коммунальных услуг. Но банковский сектор, он абсолютно не заинтересован, чтобы это было строго упорядочено. Потому что что у нас получается? Человек заложил свою квартиру, взял кредит. И если он не оплачивает, то все жители работают на то, чтобы квартира была в этом доме в хорошем состоянии, чтобы банк потом мог ее реализовать. Понимаете? То есть, получается так. Помогаем банку. Помогаем банку. То есть, потому что жители за свои деньги содержат банковскую квартиру, а банка говорит, а я ничего, квартира заложена, мне хипотека, я забираю, продал и ни копейки не возмещает. А здесь вот это, как сказать, хотя бы сейчас небольшие поправки и есть эти 5%. Да. Вот вы затронули такую интересную тему. Это, кстати же, такое явление, а чуть нередко, когда действительно у человека нет наследников, квартира переходит собственно из государства. А как государство дальше поступает вот с этой квартирой? Продает на аукционе или передает самоуправлению. И только с момента продажи на аукционе появляется новый хозяин, который начинает платить. Ну, за прошлые грехи-то он не платит, скажем так. А за прошлые грехи не платит. И даже если вот у покойного оставались долги, они тоже вешаются фактически на весь дом. Правильно? Да. Так у меня вот последний случай. Человек все хорошо платил, не было ни одного сантима долга. Но несчастье умер. А вот средников нет? А государство не платит. То есть, понимаете, здесь упорядочение, я допускаю, что есть много определенных. Ну, не будем забывать, все законы подготавливают юристы. Чем больше бардака, тем больше для юристов работы. То есть, может быть, это теория заговора, да, но у меня иногда складывается, что… Такое ощущение, да? Что такое ощущение, что лучше десятками лет судиться и обеспечивать работу юридическим компаниям и адвокатским бюро, нежели привести в порядок. Понимаете, мне непонятно, если есть простой вопрос. Да та же земля. Да нет эти скандалы и так далее. Ну, примите решение, как эта аренда земли происходит, что будет, что не будет и так далее. Нет, я смотрю, с одной стороны, эти хозяева земли иногда, конечно, загибают. Но когда хозяин земли говорит, ну, я не могу пользоваться, дом стоит, выставляю счет. А управляющие не платят и так далее. То есть, здесь, хочу сказать, нету строгого регламентирования, хотя его можно было бы сделать, и оно очень простое. Есть гражданский кодекс, там четко написано, за полученную услугу надо платить, просто прописать регламент, каким образом это происходит. И все. И если кто-то не выполняет, за это наступает конкретная ответственность, и те, а могут лишить лицензии. – Вот такой вопрос я задам, он тоже, естественно, практического свойства. Вот вы упомянули о том, что к вам тоже переходят дома, ну, то есть, жильцы сами, механизм, я так понимаю, такой, жильцы сами собираются, принимают решение, что они от предыдущей обслуживающей компании, неважно, то ли это РНП или частная долга, неважно, переходят к вам, ну, просятся к вам или, значит, когда вы перенимаете дом, ну, перенимаете, естественно, не в собственное самоуправление, какие действия вы должны предпринять, не знаю, посмотреть, есть ли накопление на доме, не в аварийном ли это домсостоянии, потому что мы же понимаем, что зачастую ведь от того же РНП некоторые дома уходят там не только потому, что у них есть претензии к обслуживанию РНП, это отдельная тема, но еще и потому, что, ну, дом действительно нуждается в реновации, и получается, что вы что, берете кота в мешке, как это все происходит? Ну, мы на этом рынке уже давно, и когда мы перенимаем дом, мы прекрасно знаем, с чем мы свяжемся, поэтому после того… То есть удивить вас практически невозможно? Невозможно. После того, как жители приняли решение, мы уже не дожидаемся и сразу пишем, бриды на имс и приглашение передать дом в законном установленном порядке, и до такого-то числа передать дело дома, то есть обычно дом нам на сегодняшний момент все передают вовремя, а вот дело дома не передают, то есть могут иногда перечислить накопление, которое есть, но при этом остались долги за тепло, за воду. Мы говорим, дайте нам на эти суммы должников, если вы не заплатили за воду, дайте на эту сумму должников по воде, если вы не заплатили за тепло, дайте должников по теплу. Говорите о законах, но если мы так говорим У меня на сегодняшний момент 60 дел против Ригасному Паролнику Как? А просто они не заплатили за тепло, за воду И на эту сумму мне не передали должников То есть если мы говорим, если уже само муниципальное предприятие Не выполняет закон, а что с ним можно сделать? Вот сегодня один из судов состоялся Просто их адвокат не пришел, опять перенесли на месяц И вот так тянется все время Вот я задаю вопрос, ну если есть закон, что надо передать дело дому Если вы за дом не заплатили там 10 тысяч за тепло Дайте мне эти документы, я с должниками буду работать Но они не дают А почему не дают? Есть какое-то рациональное? Я допускаю, там есть три позиции, которые Во-первых, если они передают, они теряют возможность взыскать штрафные санкции А в бюджете у них в свое время большие суммы, там порядка двух миллионов было заложено Вторая часть, передавая должников, окажется, что некоторые квартиры принадлежали самоуправлению А на самоуправление они никогда в суд не подавали А мы на самоуправление сразу подаем в суд Нам без разницы Кто юридическое лицо Кто юридическое лицо, да То есть мы тут же на Рижскую думу и подаем в суд Если они... Рижская дума нам как хорошо и исправно платит все счета Понимаете, здесь палка, да? О двух концах Ты на хозяина не можешь подать в суд А я на хозяина могу подать в суд Имеется в виду квартиры И мне без разницы Что-то в этой системе все-таки не упорядочено Хотя вы говорите, что есть закон, но что-то вот не работает, да? Госконтроль сколько раз говорил Что в принципе это неправильно Потому что когда этим бизнесом занимается государство или самоуправление Имеется очень много протекционизма И мы прекрасно видим, как власть в городе меняется Меняются сразу все руководители огромных компаний Случайное совпадение Ну да, случайное совпадение Но только одна лишь проблема Жителям от этого не легче И получается так, что как бы нормально было бы конкуренция Но конкуренция не обеспечивается И вот когда в прошлый раз, по-моему, мы говорили Ну да, чтобы... И продать-то ты не можешь нормально Потому что если ты продаешь, то получается люди становятся рабами Так как законодательство не упорядочено И вот, например, в той же Юрмале Ну не отчитываются, например, после продажи Непонятно, как, куда эти деньги пропадают и так далее Люди все время ходят с протянутой рукой И можно цену взять Вот 15 октября взял, назначил цену А ты сделать ничего не можешь Сначала надо перенять дом И только потом ты уже можешь договариваться с управляющим о цене Об условиях договора То есть здесь все-таки неправильно изначально Хотя упорядочить ее было бы легко Конечно Ну мне вообще кажется, что, может быть, какие-то вещи можно было делать вообще во внесудебном порядке То есть очевидно, дом перенимается Есть долги Если не предоставляется, ну в определенный срок, не знаю, месяц-два Не предоставляется список должников То идет взыскание с управляющей компанией Да Я не прав? Идеально Зачем все эти годами эти все суды У нас просто возникает ситуация такая Что по закону за все отвечают жильцы Если управляющая компания не передала Рига Силтум с Рига Судом считает, что должны жильцы А подать в суд на управляющую компанию мы не можем, потому что нет документа И здесь вот идеальный вариант Смотрите, у нас отлично работает валстенимум Денеста Статистика Спарвалде и узнимуморегистр Да Отлично работает Каждый год регулярно мы предоставляем отчеты Не предоставил тебе штраф или вообще выкинут за... Автоматом, да Автоматом Предупреждение и штраф Предупреждение и штраф В чем проблема? Каждый год дать годовой отчет, сколько денег у дома Каждый определенный квартал дать отчет о должниках Или еще что-то, чтобы было видно То есть эту информацию же можно спокойно, регулярно предоставлять И управляющая компания могла бы спокойно это сделать Если они это не делают, ну тогда зачем они вообще занимаются управлением домами? Обследовали дом? Поставь акт сразу в этот, ну как сказать, на конкретный дом По закону нам написано, то есть регулярно там обследуется дом Если надо два раза, значит два раза и поставь в этот, как сказать, регистры два акта обследования И в чем проблема? А проблема заключается в другом Если сегодня кто-то не делает, он экономит на этом деньги Он может предложить дешевле цену на управление и на обслуживание А тот, кто это делает, у него будет дорогая цена Поэтому это неправильно из того, что государство не хочет строго Там надо просто, чтобы не было никакой субъективной оценки Просто объективно Документ есть? Документа нету А уже дальше жители и другие институции могут оценивать и смотреть Насколько этот документ соответствует тому, что есть Да, вот еще, наверное, одна, не знаю, сколько это проблема Вот вы как практик можете, может быть, пояснить Ну, мы знаем, что это сейчас распространенное явление Когда квартира принадлежит, не знаю, хозяину X Он давно уже в этой стране не живет, скажем так Ну, есть арендатор или арендаторы Да, они, естественно, за собственность не отвечают Они там платят ему аренду зачастую даже без договора Что дальше вообще происходит? Если там вдруг долги или нужно принять решение Собранием жильцов о том или иной реновации, ремонте, взятии кредита и так далее Притом мы же знаем, что это не единичная квартира, допустим, в подъезде Так иногда бывает, что и по подъезду уже там живут арендаторы, не собственники квартир Ну, здесь вот то, что я сказал, работа с должниками В данном случае у нас она поставлена Ну, да, сейчас мы даже специально поменяли бухгалтерскую программу Чтобы уже независимо от юридического отдела Независимо от моих работников напоминание Что человек не вовремя заплатил Что получил предупреждение Чтобы это уже программа делала Чтобы человек видел Если реакции нету Чтобы это было, ну, как сказать Уже нет реакции Отдаем суд и решаем вопросы Но при этом я хочу сказать Всегда мы составляем графики И ситуация такая У нас, если мы подали в суд То в течение обычно, если быстрый суд Три-четыре месяца уже есть решение Если долгий, ну, год, максимум полтора Уже есть решение Если есть решение суда То просто судебный исполнитель принимает решение Да, остался долг Какой-то завис Знаю случай Мы в Португалии нашли хозяина И получили от него деньги Хуже, когда человек находится Не в зоне Евросоюза Но могу сразу сказать И даже такие нам заплатили деньги Да, то есть, потому что Есть определенные риски Но есть, которые зависают Но Это лучше, чем вообще ничего не делать И когда мы перенимаем дом И смотрим Десять, пятнадцать тысяч евро Квартира должна Так квартира уже столько не стоит Вот это самая большая проблема Которая у нас на сегодняшний момент Существует с этими долгами Поэтому Хуже получается, если вот По воде, да То есть, по воде, конечно Там другие вещи Если человек, который не жил Не сдавал показания И так далее То в каждом доме имеются Свои определенные нюансы И если мы вот так Рассматриваем ситуацию Человека нету По решению собрания Жители принимали, например Или еще Что ему надо заплатить всю разницу Доходит дело до суда И обосновать Почему пустая квартира Должна платить разницу по воде Но это, конечно, большая проблема Поэтому, когда уже перенимают дом У нас четко оговорена методика расчета Ну вот я понимаю, что вот только что Министерство Кабинет министров Принял новые изменения Да, вот я как раз хотел По этому поводу поговорить Вот эти правила Кабинета министров Ну, честно говоря, я их там Внимательно прочитал Но, по-моему, опять что-то перемудрили, нет? Они очень сложно написаны Да, вот я к этому и говорю Значит, смотрите, если раньше Попытаемся разобраться Если раньше было так, что Ну, возьмем неперенятый дом Человек не сдал показания счетчика В течение нескольких трех месяцев Трех месяцев, да Да, у него закончился срок верификации Невозможно было проверить и так далее То считалось, что он без счетчика По-среднему Три месяца выставлялась по-среднему Да А потом выставлялась вся разница воды в доме Ну, это абсолютно неверно Если дело доходит до суда Живет один человек Ну, кто его знает Со зрением плохо Кто-то умер за него, кто-то сдавал Ну, не важно Короче говоря, не может быть так, что там море разливанное было Есть случаи, там, 100-200 кубометров воды И человек не знает, что теперь делать Да, виноват, но он говорит Ну, я же не потреблял эту воду Почему же я должен за весь дом платить, да? Поэтому, в принципе, в прошлом году Изменения были внесены в этих постановлениях И теперь по норме выставляется этим людям То есть аннулируются счетчики На каждого задекларированное лицо Выставляется У 6,08 холодной воды И, по-моему, 3,648 горячей воды То есть в зависимости, какая категория В каждом самоуправлении Свои сайстоши нотайкуми И по этим нотайкумим условиям Выставляется, сколько человек должен То есть это уже логично У меня во всех домах именно такая методика Может быть, только 1-2 дома Где жители приняли решение Тот, кто не сдает, не пускает на проверку И так далее Из 300 домов, по-моему, 2 или 3 дома Где жители приняли решение Что всю разницу по воде Этот хозяин квартиры должен платить Ну, к этим домам у нас отдельно Тогда мы просто-напросто стараемся Этому человеку хоть каким-то образом напомнить Мы сами уже не заинтересованы В том, чтобы человеку Такую огромную сумму поставить Потому что, ну, давайте реально Дойдет дело до суда И уже есть, по-моему, решение Сената Верховного суда Ну, доходит Ну и как? Кто объяснит, что человек за 1 месяц А если он еще там не жил Ему надо заплатить 100 кубометров Например, ко мне жители приходят Там одна бабушка приходит, плачет Говорит Сынок, я попала в больницу А мне Ригас нам упаровал Некс выставил такую-то сумму А ей отвечают Идите, собирайте по подъезду А в доме 100 квартир Собирайте, что они согласны Чтобы Тут в пору еще раз в больницу попасть, да? Ну, вот То есть, в данном случае Теперь, вот, год назад Этот вопрос Поменяли И уже таких жалоб Не приходит Да Вот Если действительно происходит Не знаю, там, утечка воды в доме Да, ну, такое бывает Мы же понимаем, что, да Домам 40, 50, 60 и более лет Я думаю, у вас на балансе тоже дома В основном советские, да? Что делать? Вот, не знаю Есть современные какие-то системы Электронного считывания Можно как-то проверить Кто там мухлюет с этими счетчиками И так Что вообще делать? Ну, первое, что мы рекомендуем Это с представителями дома Принять решение Что в доме будут устанавливаться Счетчики единого образца И если они в перспективе знают Как они хотят Что их можно было бы В дальнейшем оборудовать Электронным считыванием И не надо было бы ничего переделать Учитывая, что уже, по-моему, с 2008 года В Европе все счетчики, которые производятся У них имеется отдельный выход И обеспечить электронное считывание На сегодняшний момент Можно во всех новых счетчиках Второе, мы рекомендуем Что если вы договариваетесь Заключите договор Что вот когда дом выбрал Какой марки Что в этом доме Только эта сантехническая фирма Устанавливает счетчики Почему? Вы заключите с ней договор такой Что они получают клиента Но взамен Они обязаны Проверить Нет ли левого подключения Нет ли врезки Нет еще каких-то проблем Значит, бесплатно они обследовали квартиру Проверили, что все в порядке Потому что у нас сколько раз было случаев Не подключен Целый стояк унитазов Да, то есть просто вот в советское время Сделали, а туда трубу не вывели И люди не понимают Разница есть Оказывается, все туалеты не подключены Всегда мы просим Открыть краны Перепроверить И так далее Бывали случаи Поставили счетчик Открываем кран горячей воды Заходим, где стоят счетчики Если это, например, один На туалет и кухню общий Да, бывают такие случаи А смотрим, когда в ванной открываешь воду А счетчик не крутится Не крутится Это у меня тоже знакомо так было Да, отдельное было подключение Иногда Ну, мы просим еще Фирму посмотреть Проверить и так далее Поучаствовать Ну, бывали случаи Что, когда в доме есть большая разница Мы обращали внимание Ну, они приходят еще С термопарами И на всякий случай Потолок и пол проверяют На температуру Оказывается, к системе До счетчика Обогревают полы И самое обидное Это вода Это большие, кстати, расходы Да, эта вода возвращается Не обратно в систему А в канализацию течет То есть двойные потери Двойные потери То есть и тепло украли Не заплатили И вода еще вытекла В канализацию То есть Ну, это, как сказать Каждая обслуживающая Организация Имеет свой опыт Но мы рекомендуем так Чтобы были Единые счетчики Это идеальный вариант Чтобы устанавливалась Фирма С которой заключить договор На весь дом Потом В результате Только дом Принимает решение Когда у всех Например Ну, у меня в этом году Заканчивается У вас в следующем году Ну, вот сделали так Что если в следующем В 2026 году У всех Закончится срок верификации В доме И уже в доме Тогда едино устанавливается В некоторых домах Мы отложили Верификацию счетчиков Почему? Потому что Стыки в плохом состоянии Это, кстати, проблема Да, в большинстве домов Констатировали факт Начинаем Менять счетчики Во всем доме А количество аварий Стало еще больше И поэтому Сначала Меняем стояки Если они в плохом состоянии И тут же Устанавливаем Новые счетчики Потому что Нет смысла Вводить единую систему Если все время Идут аварии Утечки и так далее Вот, например В Балдырае У нас очень много домов Именно по такому Принципу пошли И Один из домов На Лемешу 17 Который давно Все сделал Ну, как они сделали Они сначала Поменяли нижнюю разводку Поменяли стояки И только потом Поменяли счетчики С счетчики оборудовали То есть дом приведен Электронным считыванием Все утеплили И все Заизолировали У них разница по воде Ну, можно сказать Ноль Один кубометр На 90 квартир Это ничего У них летом Подогрев горячей воды Евро Евро 20 Понимаете Потому что Нет тепловых потерь Поэтому Если домом Заниматься Целенаправленно Финансирование Вот если мы говорим О муниципальном Домоуправлении Ну, неважно Это РНП Может быть В других городах Другое муниципальное Домоуправление Разумеется То понятно Что поскольку Это организация Муниципальная Нужно В соответствии С законом О закупках Там нужно Дело в зависимости От суммы Цена аптовая То есть Или опрос цены Или Еперком Закупка Как вы Вот допустим У дома есть накопление Принимаются решения Не знаю Замена крыши Замена тех же самых Вот стояков Они обращаются к вам Что дальше происходит Значит Если у дома Имеются Средства То Правление дома Само выбирает И все А, само Да Мы можем только Порекомендовать Сказать Вот у Абика Элкина Он старший по дому Там-то там-то Такая-то фирма Проводила ремонт Можете посоветоваться Вот контакты фирмы Вот контакты Абика Вроде хорошо сделали Хорошо сделали Мы вам рекомендуем Почему мы так делаем Только по одной Простой причине Любая фирма Может допустить Грайл Ну Какой-нибудь Дефект сделать И так далее То есть Мы не снимаем С себя ответственность Текст договора наш Но Нам легче Морально Жители Поторговались Выбрали фирму И так далее Никто вас не обвиняет Что вы там что-то лоббируете Да Мы контролируем И требуем Чтобы выполнялись Условия договора И В этом отношении Проблем нет Если у дома есть деньги Представители дома Сами выбирают Обсуждают Дискутируют И так далее Но очень часто К нам приходят дома У которых денег нет И здесь Чтобы уже не было Никаких предрассудков А люди Например делают Работу сегодня Будут рассчитываться В течение Трех лет То мы тогда Просто сразу Изначально говорим Уже сегодня Мы объявляем Конкурс Согласовываем С правлением Дома Нолой Комс Выставляем так Чтобы все жители Дома знали Что проводится Конкурс И тогда мы говорим Пожалуйста Пусть фирмы Дают предложение Кто по условиям Этого конкурса Предоставит Самую выгодную цену С теми Мы заключаем договор Мне иногда говорят Ну Игорь может быть Плохого качества Почему самая низкая цена На сегодняшний момент Объяснить Дому Почему выбрал дороже Нельзя Поэтому Договор мы стараемся Сделать строгий На примере Лепе Когда кто-то взял аванс И пропал Мы вообще Говорим На небольшие работы Ну нет смысла Аванс Что это такое Форма номер два Купил материал Показал Привез на объект Мы тут же оплатили Сделал работу Какие авансы еще могут быть Да какие Мы тут же Мы пожалуйста Что это за фирма Которой нет Своих там Две, три, пять тысяч То есть Сделал мы тут же Оплачиваем Если даже нет Таких оборотных средств Что это за фирма Тогда То есть И поэтому На сегодняшний момент Могу сразу сказать Довольно-таки Удачно В одном доме Даже был Интересный казус Один активист Предлагал Провели конкурс Активист Предлагал Ремонт крыши На пять тысяч Дороже По конкурсу Оказалось На пять тысяч Дешевле А жители сказали А мы не хотим Платить эти Вот На пять тысяч Дешевле То есть И чтобы такого не было Мы это проводим Но учитывая Что все фирмы Уже которые с нами Общаются Знают Что все решения Принимают старшие По домам Эти фирмы Тоже не хотят Сегодня делать Бесплатно работу Ходить и давать Бесплатное предложение Потому что Все прекрасно понимают Я это предложение Дам Абику Абик даст Кому-то другому И фирма говорит Ну извините Мы поехали Составили смету Провели работу А нам за это Никто это Не оплачивает И поэтому На сегодняшний момент Есть такая вещь Что многие фирмы Говорят Дайте нам чужое предложение Мы готовы Дать чуть дешевле И чтобы вот такого Не было Мы просто-напросто Делаем конкурсы В тех случаях Когда мы не знаем Те объемы Которые необходимы Мы тогда заказываем Сметную документацию То есть Ну чтобы был сделан Объем Контрольная смета И эскиз На выполнение работы Ну да Зато уже есть объем Есть технология Все прописано Что же надо сделать Есть каким образом Этот элемент Сделать И тогда Если люди Участвуют В конкурсе Они говорят Там мы не знали Что И Ну это с опытом Приходит Еще может быть Такой вопрос Который я думаю Вам часто задают Мы знаем Что у нас Ведь очень большая проблема Это чаще всего Связано с собственностью Вопрос собственности Это вот все Подъездные пути К домам С одной стороны Вроде бы понятно Что вы как управляющая Компания Занимаетесь Самим домом Но зачастую К дому Не проехать Не пройти Есть конечно Еще проблема Что там Люди жалуются Что машины Так припаркованы Что и не пройти Но вообще Вот Как эта проблема Вот решается Если жильцы Обращаются К вам К сожалению Все зависит От самоуправления От жильцов Здесь мало Чего зависит Потому что В Риге В основном Все сквозные Проезды И Очень редко Когда Тупиков Тупики И поэтому Получается Ситуация такая Что Ну Жители не могут Сделать Сразу то И это большие деньги Когда Надо привести Территорию В порядок Особенно Дорогу А здесь У нас еще Строю права Говорит Что ваш дом В плохом состоянии Приведите в порядок То Приведите в то Теперь надо Технические заключения Обязательно сдавать В строю праву Если там написано Что имеется Какой-то Определенный дефект То строю права Пишет жителям Предупреждение Если вы до такого-то числа Это не устраните То тогда вам будет Там повышенный налог Да Или штраф Поэтому на сегодняшний момент Жителям и так тяжело Как пример могу привести Идеально С моей точки зрения Работает самоуправление В Саласпилс У меня У всех Домов А у вас же есть Домов Управление Саласпилс У нас у всех домов Все территории Приведены Приведены в порядок Подготовьте Подготовьте проект Жить жителям Территория Если бы жители Приведены в порядок Я думаю Отделяют средства И жители заинтересованы А у нас сказали Закрой мусорники А как он стоял Внизу Так и стоял Ну и И ничего не поменялось Да То есть Ничего не поменялось Просто Правильно Омбудсмен сказал Что Ну если есть Мусоропровод Это Он должен быть Потому что Жители покупали А вы предложите Другой вариант Вы предложите Что вот на этой Такой-то территории Можно привести Дом-порядок И самоуправление Это стимулирует Ну посмотрим Вот в Балдырае У нас большая проблема Мы обратились В том году Сделать общую площадку Как-то это легализовать Ригас нам упорвал Некс Решил лучше Эту общую площадку Вообще ликвидировать И теперь Вся территория Лемешу Гобосы Возле каждого дома Стоит мусорник Стоит на зеленой территории Выдвинуть этот мусорник нельзя Если раньше в одном месте Был бардак Теперь этот бардак Возле каждого дома Чайки возле каждого дома Разносят Мусорная машина Большая Не может подъехать К некоторым Потому что Другие ставят Свои Личный транспорт То есть Проблем очень много Ну может быть Вот мы написали Они может быть Предоставят территорию И тогда сделаем Общую контейнерную площадку А проблемы нет Ригас нам упорвал С ригас нам Апс Кооперативы и так далее Просто между собой Это должно было бы Вместе с Думой Договорились Каким образом По графику Мы эту контейнерную площадку Обслуживаем Или вообще Просто приняли решение Сколько стоит Обслуживание Этой контейнерной площадки И каждый дом Например Пропорционально Квартирам Или домом Разделили эти затраты Все Вопрос решен А там ситуация простая Проблема возникла Из-за того Что никто не хотел Чистить Ливневую канализацию Возникали Огромные лужи Ригас нам Парламник говорит Это не мы Не на нашей территории Кооперативы говорят Это не мы Не на нашей территории Наши дома говорят Ну а что Мы будем За 10 домов Все это восстанавливать Тоже Мы говорим Мы готовы отдать Свою там четвертую часть Или третью В результате В результате Простой повод Просто взяли Закрыли И теперь Бардак на всей территории И что самое главное Таких мест В Риге Очень много Да В общем Короче говоря Я думаю Что самоуправлению Пора уже как-то Отходить от этих Столбиков и клумб Прямо на проезжей части Это может быть Другая тема Не связанная С управлением Жилыми домами А действительно Заняться Приведением Города в порядок В этом плане И внутриквартальные дворы И вот Все что вы Сказали Связанное С мусоропроводами Мне кажется Вот это Основное Мне кажется Чем вот эти вот Столбики в центре города Где уже проехать Просто невозможно Ну у нас Некоторые дома Находятся в центре города И не только в центре Где эти столбики стоят Да Ну я теперь представляю Наши дворники Уберут Отодвинут Этот снег И так далее Я вообще Не представляю Как будет убираться Вокруг этих Столбиков Этот снег А вот Он будет Между прочим Не все время Отвели Это Если забыли Я могу сказать Так самая Большая проблема Если там будет Скапливаться Очень много Снега То И жители Будут от этого Страдать Не только Автомашины Игорь Твопко У нас был В прямом эфире Большое спасибо